Подпишитесь на РУТУБ-канал соцсети Спаса и смотрите все выпуски любимых программ. Спас. Подпишись на главное. Давай наши души, на сказки настроем, Большую старинную книгу откроем, Мы вместе познаем секреты Борьбы между тенью и светом. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Анна Ковальчук. Я актриса, работаю в театре, в кино. Но самое главное мое предназначение – это быть мамой. У меня есть детки, и я люблю читать им сказки. Их манит солнечный полет В мир ярких снов и красок Страну волшебную зовет Навстречу тайне сказок Навстречу тайне сказок Сегодня мы собрались с вами в сказкином доме, чтобы тоже почитать сказку, поговорить об очень интересной теме. Я вам сейчас расскажу о какой. Сначала представьтесь. Я хочу поговорить с вами об очень интересной теме. Об уникальности. Что это такое уникальность? Уникальность – это когда ты чем-то отличаешься. Правильно. Я вот хотела сказать вам, поверите вы мне или нет, что каждый из вас совершенно уникальный человек. Сколько на земле людей, но таких, как вы, нет ни одного, ни одного человека, похожего на вас. Вы представляете, Бог создал каждого человека совершенно уникальным человеком. Он один. И как это важно, и как это ценно. Он вас всех ценит, конечно же. Скажите, а хотели бы вы быть похожими на кого-то другого, не на себя, и на кого? Вот интересно. На кого? На вас. На меня, так. На мою подругу, а не Евгению. На подругу. Я тоже хотела бы быть на подругу похожа. Так. Ну, чем-то хотела бы быть похожа на маму. На маму. Хорошо, давайте прочитаем сказку на эту тему Бориса Хадер «Русачок». Жил-был маленький зайчик по имени Русачок, и был у него знакомый головастик. Зайчик жил на лесной опушке, а головастик в пруду. Бывало встретится головастик, хвостом виляет, а Русачок лапками барабанит. Русачок ему про морковку, а головастик про водоросли. Весело. Вот как-то приходит Русачок к пруду, глядь-поглядь, а головастика нет, как в воду канул. А на берегу какой-то лягушонок сидит. «Эй, лягушонок», говорит Русачок, «не видал моего знакомого головастика?» «Не, не видал», отвечает лягушонок, а сам хохочет. Хвах-вах-вах-вах. «А что ты смеешься?» обиделся Русачок. «У меня приятель пропал, а ты хохочешь, эх ты!» «Не я, эх, — говорит, это же я, а ты, эх, своих не узнаешь. Ну, это я, ну, честно». «Ты еще больше удивился, Русачок?» «Да быть того не может. У головастика хоть хвост был, а у тебя что?» «Нет, ты совсем не похож. Просто я вырос и в лягушонка превратился. Так всегда бывает». «Всегда, говоришь, так бывает?» «Конечно, всегда. Все так, как вырастут, так и превратятся из червячка комар или там, ну, жук получается, да? Из икринки – рыбка, а из головастика – известное дело – лягушка». Ну, тут Русачок ему окончательно поверил. «Спасибо, что сказал, — говорит, тут есть над чем подумать». И разошлись. Пришел Русачок домой, спрашивает свою маму. «А в кого я превращусь?» «Ну, что значит, в кого превращусь?» Не поняла мама. «Ну, кем я стану, когда вырасту?» «Да ясное дело, кем?» отвечает мама. «Станешь большим, красивым зайцем, как твой папа». «Как папа? Ну, это мы еще посмотрим», сказал Русачок. И побежал. Пошел смотреть, в кого бы ему превратиться. Посмотрю, думает на всех, кто в лесу живет. Кто больше понравится, тем и стану. Маленький, а хитрый, идет по лесу, а кругом птички поют. «Эх, — думает Русачок, а не стать ли и мне птичкой? Буду себе летать, да песни распевать. Уж больно я петь люблю. А мы, зайцы, очень тихо поем, никто ее не слышит. Только он это подумал, видит, сидит на суку птица. Перья черные, брови красные, поет замечательно. «Бу-бу-бу-бу-бук!» «Тетенька птица!» кричит Русак. «Как вас звать?» «Чуфук, чуфук!» отвечает Глухарь. Это он был. «Дяденька Чуфык! Как мне птицей стать?» «Чуфук, чуфук!» отвечает Глухарь. «Хочу в птицу превратиться!» объясняет Русачок. «А тот все свое бу-бу-бу-бу, чуфук, чуфук!» «Не слышит он, что ли?» подумал Русачок. И только было собрался поближе подойти, слышит. «Топ-топ-топ-топ-топ!» «Охотник!» «Спасайся, дяденька Чуфык!» крыкнул Русачок. И едва успел в кустах скрониться, вдруг ружье как загромит. «Бах-бах!» «Да, никого не слышит!» «Тут и хвоста лишится недолго!» «Наше дело ушки на макушке держать!» Поскакал, побежал дальше. Видит, Белка с ветки на ветку прыгает. «Здорово прыгает!» подумал Русачок. «Не хуже меня!» «А не стать ли мне Белкой?» «Белка, Белка!» говорит, «иди-ка сюда!» соскочила Белка на самую нижнюю ветку. «Здравствуй, Русачок!» говорит, «чего тебе?» «Расскажи, пожалуйста, как вы, Белки, живете?» спросил Русачок. «А то я надумал Белкой стать!» «Ну что ж, дело хорошее!» говорит Белка. «Мы живем, ну, прекрасно!» «С ветки на ветки прыгаем!» «Шишки лущим!» «Орешки грызем!» «Забот только много!» «Гнездо устрой!» «На зиму запас собирай!» «Грибы да орехи!» «Ну да ничего!» «Когда привыкнешь!» «Полезай на дерево!» «Я тебе все Беличьи науки научу!» Подошел Русачок к дереву, а сам думает, «Заботы какие-то!» «Мы с зайцем без забот живем!» «Гнезда не строим!» Полез было на дерево, да голова у него закружилась!» «Нет!» «Говорит!» «Не хочу Белкой быть!» «Не наше это дело!» «По деревьям лазить!» Засмеялась Белка. «Зацокала!» «Шишкой в него запустила!» «Спасибо!» «Не попало!» «Пошел Русачок дальше!» «Пришел на полянку!» «А там веселье!» «Мышата в салки играют!» «Засмотрелся на них Русачок!» «Вдруг что такое?» «Побежали все, сломя голову прочь!» «Лиса! Лиса! Лиса!» «Кричат!» «И верно!» «Идет кума лиса!» «Шубка рыжая, грудкой белая!» «Ушки на макушке!» «Хвост поленом!» «Красота!» «Неужели, думает Русачок!» «Это они ее такую красивую испугались!» «Не может быть!» «Вышел смело поклонился и говорит!» «Здравствуй, кумушка лиса!» «Можно я у вас одну вещь спрошу?» «Ишь, какой смелый!» «Удивилась лиса!» «Что ж, спрашивай!» «Только поживей, а то у меня с вашим братом разговор короткий!» «А я недолго!» «Научите меня, как мне лисой стать!» «Расскажите, как живет!» «Очень вы мне понравились!» «Лисе лестно!» «Ну что ж, говорит, живу обыкновенно!» «Кого изловлю, того задавлю!» «Кого задавлю, того съем!» «Вот и вся наука!» «Ох, как страшно стало русачку!» «Но виду не подал, только ушами стрижет!» «Вот, — говорит, — почему вас все боятся!» «Не, не стану я лисой!» «Не наше это дело других обижать!» «И хорошо, — говорит лиса, — а то если зайцы лисами станут, кого мы, лисы, есть будем!» «А у самой глазища так и горят!» «Зубище оскалило!» «Сейчас прыгнет и прощай, русачок!» «Только русачок ее даже не дослушал!» «Как припустил, поминай, как звали!» «Бежит, а про себя приговаривает!» «Ишь, что выдумала!» «Живых зайцев есть!» «Это значит, стань я лисой!» «Я сам себя должен съесть!» «Ну и ну!» «Долго бегал русачок по лесу, всех зверей повидал!» «Все ему, кроме волка, он еще злее лисы оказался!» «Понравились!» «Да только не совсем!» «Хотел было мышкой стать, да больно мало и уши кратки!» «Хотел ежом, да больно колючей!» «И никто его и не погладит!» «А заяц он ласку любит!» «Хотел бобром, да в реке больно мокро!» «Совсем было собрался медведем стать!» «Сказал ему медведь, что он мед ест!» «А мед, мол, еще слаще морковки!» «Да не захотел русачок зимой в берлоге спать и лапу сосать!» «Мы, говорит, этого не можем!» «Наше дело бегать!» «Бегал, бегал, прибежал к болотцу лесному, да так и замер!» «Стоит зверь, всем зверям зверь!» «Сам большой, прибольшой!» «Больше медведя!» «Ноги длинные, уши не хуже зайчих!» «Да целых две пары, а глаза добрые-предобрые!» «Стоит травку щиплет, осиновую ветку гложет!» «Уж как он русачку понравился!» «И сказать невозможно!» «Поклонился он зверю низехонько!» «Здравствуйте, дяденька!» «Как вас звать, величать?» «Здравствуй, русачок!» «Говорит великан!» «Звать меня лось сахатый!» «А зачем у вас, дяденька, две пары ушей?» «Засмеялся лось сахатый!» «Это, говорит, ты, видно, мои рога за уши принял!» «А зачем вам рога?» «От врага защищаться, говорит лось!» «От волка там или еще от кого?» «Как здорово!» «Говорит русачок!» «А как вы, лоси, живете?» «Живем обыкновенно!» «Ветки гложим, траву щиплем!» «А морковку едите?» «Едим!» «И морковку, коли попадется!» «А других зверей не идите?» «Да бог с тобой, говорит лось!» «Что придумал?» «А по деревьям лозите, спрашивает!» «Да что ты! Ну зачем это?» «А бегаете быстро!» «Ничего, не жалуюсь!» «Смеется лось сахатый!» «А зимой в берлоге не спите, лапу не сосете!» «Что, я медведь, что ли, фыркнул лось?» «Ну, тут совсем решил русачок лосем стать!» «Но на всякий случай!» «Еще об одном решил спросить!» «А скоро ли можно лосем стать?» «Скоро!» «Расти надо лет пять, это коль шесть, и будет из лосенка настоящий лось!» «Уж как тут русачок огорчился, чуть не заплакал!» «Нет, — говорит, — не наше это дело пять лет расти!» «До свидания, дяденька лось!» «Ничего у меня не выходит!» «Прощай, малыш, — говорит лось сахатый, — не горюй!» И побежал русачок домой, подбежал к знакомому пруду. В пруду желтые листья плавают, а на большом листе лягушонок сидит. Подрос он, конечно, пожалуй, и лягушкой можно уже назвать. Но русачок его все равно сразу узнал. «Здравствуй!» — кричит бывший головастик. «Он-то узнал!» А лягушонок, видно, нет, испугался и в воду нырнул. Удивился русачок. «Да что это он думает?» Высунулся лягушонок из воды и говорит, «Эх ты! Чего ты людей пугаешь?» «Да не «эх я!» — это «ты!» — засмеялся русачок. «Это же я!» «Что значит «я?» — удивился лягушонок. «Ну я твой знакомый русачок!» «Какой ты русачок?» «Ты самый настоящий заяц, русак!» И нырнул. Посмотрел русачок в воду, когда круги успокоились. Видит и верно. Стал он большим, красивым зайцем. Точь в точь, как папа. Шерстка пушистая. Лапки сильные, глаза большие. А уши, ну не в сказке сказать, не пером описать. И забарабанил он лапами от радости. Да? Вот такая сказка. А за что можно себя полюбить, чтобы любить себя и говорить, «Нет, я хочу быть тем, кем я есть». Что ты умеешь классно делать. Так. Неважно, что сейчас модно, какая профессия. Слушайте себя, прислушивайтесь, к чему у вас тяга, к чему у вас талант. Развивайте в себе все самое лучшее, что у вас есть. И если вам нравится подруга ваша, она же нравится за какое-то качество, забирайте это качество, перенимайте. Можно быть кем угодно. Можно быть даже, можно несколько профессий даже иметь. Да, мои дорогие. Вы у меня такие умницы. Спасибо вам большое за то, что вы такие внимательные. И до встречи на следующей передаче на канале «Спас». «Сказки на доме». Спасибо, мои дорогие. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok